За русскую победу! Марш! Борь! Борь! Компе грабейли! Мы любим вас! Я Сергей Королёв, здравствуйте! Поигрались в капитализм и хватит! Кандидат от КПРФ Николай Михайлович Харитонов под занавес 2023 года первом интервью. После сдачи документов для регистрации в Центр избирком России назвал этот лозунг наиболее узнаваемым и важным по пути страны в социализм. Харитонов добавил, что предвыборная программа партии готова. Он уже участвовал в президентской кампании от КПРФ. Тогда, в 2004 году, его поддержали 13,69% избирателей. Харитонов, член президиума Центрального комитета партии, депутат Госдумы. Всех восьми созывов возглавляет комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики. В день утверждения его кандидатуры партийным съездом телеграм-канал БГ Иркутск среди своих пользователей провел два опроса. Вы готовы поддержать кандидата от КПРФ Харитонова на выборах президента России 2024? И если бы выборы президента России проходили сегодня, то бишь неделю назад, 23 декабря, за кого бы вы голосовали бы? В итоге Харитонова на старте готовы были поддержать 25% пользователей телеграм-канала, а не поддержать 58%, если бы выборы президента России проходили неделю назад за кандидата КПРФ, проголосовали бы 18%, за самовыдвиженца Путина 35%, за иных кандидатов в совокупности 16% респондентов. Значительное число участников опроса не пошли бы на выборы совсем, либо испортили бы бюллетень для голосования. Таковых в сумме 23%. Эти данные неполноценное социологическое исследование. Это мнение более 100 участников каждого опроса. Выборы президента России запланированы с 15 по 17 марта нового года. Сергей Станиславович Удальцов, координатор Левого фронта, на неделе попросил сторонников четко зафиксировать, что эти выборы изначально будут нечестными, неконкурентными и нелегитимными. По ряду причин. Трехдневное голосование, дистанционное, электронное голосование, ДЭК и крайне мощный админресурс. Но если оппозиция в процедуре участвует, то Пау Удальцову необходимо решать конкретные прагматичные задачи во время агитации, укреплять оргструктуру, увеличивать число сторонников и тем самым готовить почву для будущего народного протеста. Игорь Иванович Кобзев, глава при Ангаре, секретарь Иркутского регионального отделения «Единая Россия», испортил подписной лист в поддержку выдвижения Путина в президенты страны 2024. Этот факт зафиксирован на видео в телеграм-канале Кобзев на связи. Официальный канал главы региона 25 декабря. Отчетливо видно, что при заполнении Кобзевым подписного листа в графе «Фамилия, имя, отчество, слово Иванович» выходит за границу графы, что уже считается браком. В таком случае выдается новый подписной лист. Информации о том, выдали ли и поставил ли он на самом деле свою подпись в поддержку Путина, заполнив новый бюллетень – нет. Данное видео с некоторых интернет-аккаунтов удалили. Казусы с Кобзевым в Приангаре происходят не впервые и указывают на неприятную для представителя партии власти тенденцию. В 2020 году я уже рассказывал избирателям участковой избирательной комиссии номер 604 в Иркутске, на котором голосовал и Кобзев, высказались против изменения Конституции России. На данном УИКе проголосовали 1128 избирателей – это 39,9% от общего числа. Так вот, 51,68% – большинство из них ответили – нет. На вопрос вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации. Власти города Уссолье-Сибирское заявили, что ущерб благоустройству острова Варничной от недавнего затопления рекой Ангарой не причинен. Об этом в ответе на запрос газеты «Байкальская Сибирь» сообщила прокуратура Уссолье-Сибирское. Издание спрашивало из сведения о возбуждении уголовного дела по фактам злоупотребления должностных лиц администрации города по разрушению благоустройства прошлым затоплением в январе 2021 года. Тогда ущерб благоустройству, выполненному за госсчет, по примерной оценке составил более 5 миллионов рублей. Оказалось, что до сих пор по уголовному делу прошло два года проводится дополнительное расследование. И еще Иркутский облсуд отказал в исковых требованиях прокуратуре об обязании мэра устранить нарушение. Сергей Александрович Рыбинский, уссольский общественник, который внимательно следит за работой властей города, указал, и я уже об этом говорил, что варничный с его благоустройством можно смело назвать памятником разбазаривания федеральных средств, а администрацию города наградить путевками в Магадан. Это 35-й выпуск нового времени, передача, которая стартовала 7 мая текущего года и выходит в свет по воскресеньям еженедельно. Анализируя события настоящего, формируем черты будущего, которое просматривается уже сейчас. Комментируйте, помогайте развитию проекта материально. Номер счета и ссылки на все материалы в описании. Фрагменты. Харитонов, кандидат в президенты, о том, что хватит стране капитализма, нужен социализм. Удальцов, координатор Левого фронта, о выборах будущего, процедура которых не честна. И Рыбинский, уссольский общественник о настоящем памятнике разбазаривания бюджетных средств в настоящем строителям, которого правоохранители не торопятся дать оценку. Смотрим в 46 секунд. Поиграли с капитализмом и хватит. Капитализм зашел в тупик. Надо разобраться. Всем наша программа четко расшифровывает, что надо делать, чтобы вернуться и больше было социализма в нашей стране. Надо уже четко зафиксировать. Эти выборы изначально будут нечестными, неконкурентными и нелегитимными. Точно. Город Уссолье-Сибирское недавно стал победителем конкурса среди муниципальных образований Иркутской области в социально-экономическом развитии. Вот остров Варничный как раз можно назвать памятником разбазаривания федеральных средств. 2023 стал поворотным в обращении с собаками без владельцев. Под финал года в трех регионах страны. Вначале в Республике Бурятия, затем в Республике Алтай и на неделе в Забайкальском крае власти приняли законодательное решение, разрешающее эвтаназию. Животных будут умершлять. Депутаты Думы Иркутска на последнем заседании года приняли решение обратиться в Заксобрание при Ангаре для реализации подобной инициативы и у нас. Юрий Диамидович Коренев, зампредседателя Думы города, сообщил, что Иркутск предлагает строительство госприютов, безвозвратный отлов и возможности втаназии для собак без владельцев. Задача простимулировать депутатов Заксобрания совместно с губернатором активно заняться разработкой регионального закона с учетом их предложений. По запросу газеты «Байкальская Сибирь» Заксобрание региона сообщило о том, что обращение депутатов поступило 25 декабря. С ним будет работать комитет по природопользованию. Дата рассмотрения пока неизвестна, так как план работы парламентариев на 2024 год еще формируется. Ссылка на материал о различиях в подходах главы региона Кобзева и иркутских депутатов к обращению с собаками без владельцев в описании. Данный факт может стать причиной затягивания рассмотрения инициативы парламентариями. Фрагмент Коренев, зампредседателя Думы Иркутска, о сути предложения для будущего собак без владельцев. Смотрим 32 секунды. Содержание как минимум полгода в государственных приютах для того, чтобы была возможность у зоозащитников изыскать возможность их пристроить или найти новых владельцев. Оставшаяся группа животных при принятии закона будет приниматься решение или содержать полностью, если есть деньги, и есть такое желание у депутатов и у нас, естественно, мы будем активно участвовать, или, значит, провести эвтаназию. О нашей помощи, которая в 2023-м привела к победам. Вера Дьячкова о том, как в городе Керенск, многоквартирном доме номер один, переулка Сухой, власти отремонтировали крышу, поврежденную ураганом, после долгого бездействия судов и запроса газеты «Байкальская Сибирь». Внук пенсионерки Анисимовой Арсений о квартире, которую власти Куйтунского района наконец-то предоставили ей взамен аварийной. За более чем полгода газета сделала 11 запросов о ход решения проблемы, отслеживал пульс при Ангаре «Новое время». Ежемесячно и победа пришла. Евгений Христофорович Дмитренко, коммунист, депутат Думы Усть-Кутского района, о том, что в селе Каймоново появилась мобильная связь. Газета помогала решать проблему два долгих года. В счастливый день, 7 сентября, я был на прямой связи по телефону с жителями села. Ссылки на репортажи о ситуациях в описании. Фрагменты по порядку Киринск, Куйтун и Каймонова. Смотрим минуту 23 секунды. Хочу выразить благодарность всем, кто остался неравнодушным к нашей беде, помог достучаться до власти, особенно редакции газеты «Байкальская Сибирь», программе «Пульс при Ангаре», которые опубликовали наше обращение к губернатору, так как, я думаю, без публикации этих обращений возможно не было бы крыши. Вот эту квартиру нам предоставила администрация. Как бы все хорошо, кухарный гарнитур, все, ракетку я сделаю, здесь все нормально будет, все как бы хорошо, окна открываются. Да, да, Сергей Владимирович. Да, я от нашей редакции хотел поздравить, ну, прежде всего, население, там, если кто-то тушит, с этой победой, вас и, конечно, главу администрации ручья Андрея Петровича Багаева. Спасибо вам! Спасибо вам большое! Спасибо вам большое! Это почти все, больше новостей в информационной ленте Иркутской области, БГ, Иркутск, Телеграме. Подписывайтесь и читайте, мы работаем каждый день. Благодарим наших партнеров, Иркутский обком КПРФ и Медиахолдинг номер один. Напоминаю, что СМ, как газета Холдинга, еженедельно публикует выдержки и сценариев «Пульс при Ангаре. Новое время». Выходит по четвергам, есть в подписке и в газетных киосках по всему региону. Стоимость подписки на месяц в Почте России 182 рубля и еще. В Иркутске, в парке «Березка» на улице Баумана прошел тематический новогодний праздник для детей «Объединение и победа добра над злом». Организаторами выступили территориальное общественное самоуправление Ленинского округа города ТОС Баумана, ТОС «Пульс добрых сердец-2», ТОС «Новая слобода», ТОС «Селиваниха», ТОС «Уютный двор», а также байкерский клуб «Варкс». Все подробности ссылкой в описании. О свежем выпуске «Байкальской Сибири» первый секретарь Иркутского обкома КПРФ Сергей Георгиевич Левченко и я, главный редактор газеты Сергей Владимирович Королев поздравили жителей Приангаре с Новым годом. Распространяйте выпуск среди друзей, помогайте по возможности развитию «Пульс при Ангаре. Новое время» материально. Номер счета в описании. И обязательно ставьте лайки. Я Сергей Королев. Новое время скоро, уже в новом году. Левченко с пожеланием о будущем, за которое надо бороться. Смотрим 57 секунд. С наступающим. У меня все. Пока. Чтобы в 2024 году осуществились многие ваши надежды и мечты. То, что каждый человек рассчитывает на то, что в следующий год будет лучше, это нормально для каждого человека. И я думаю, что если у вас такие надежды есть, то за них нужно бороться. Тогда они сбудутся с большей вероятностью. Здоровья, счастья вам, удачи, мира в ваших семьях и всего самого доброго. За русскую победу марш! Боро! Комс и грабели! Мы любим вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова